В клубе «Учимся и обучаем истории» Фонда знаний при президенте Азербайджанской Республики состоялась лекция на тему «Надгробные памятники в Кавказской Албании» заведующего отделом археологии в Институте археологии и этнографии Национальной Академии наук Азербайджана Гушкар-Гушкарлы. Исполнительный директор фонда Окталь Самедов в своем выступлении призвал молодых историков внимательно изучать темные моменты в истории Азербайджана, вести активную борьбу для предотвращения и фальсификации истории Азербайджана. Доктор философии Гушкар-Гушкарлы во время своей лекции рассказал участникам клуба, что Кавказская Албания – одна из древнейших государственных образований Закавказья, охватившая большую часть территории современного Азербайджана и Приморского Дагестана. Начиная с 30-х годов 19 века интересуют исследователей. Археологические раскопки, развернувшиеся за последние годы на памятниках Албании, дают сильные вещественные материалы о древности городах этой страны. Анализ археологических материалов и письменных источников позволяет установить, что возникновение городов в Албании можно отнести ко времени не позднее начала III века до н.э. В результате исследований о кувшинах погребений было установлено, что независимо от направления погребального кувшина, лица погребенных всегда были обречены в сторону восхода солнца. Погребальные кувшины были положены украшением. Внутри, вне, в кувшинах располагались мелкие керамические сосуды. Так как я учусь на факультете истории, я имею представление об Кавказской Албании. Но есть вещи, которые не написаны в учебниках, поэтому я очень благодарен Фонду Знаний за предоставленную возможность. Сегодня ученый Гошкар Гошкарлы рассказал нам подробно о Кавказской Албании, о захоронении в Кавказской Албании. Я получил много новой информации. Надеюсь, таких встреч будет еще много. Ученый рассказал и о том, что в период античности и в средние века вопрос о формировании населения Кавказской Албании как единый народ и сегодня остается спорным в науке. Ряд русских, европейских ученых и особенно армянские исследователи, опираясь на источники, в частности на труды, страбонно считают, что население Кавказской Албании сформировалось как объединение племен. И по ряду причин не преобразовались в единый этнос. С этой точки зрения исследование погребальных памятников на территории Кавказской Албании поможет внести ясность в этот вопрос. Кавказской Албании